Культпоход Кинодиректор Вятского художественного музея имени Воснецовых, кандидат искусства Вене. Здравствуйте. Добрый день. И Наталья Валерьевна Клементьева, исполняющая обязанности, заведующая выставочным залом Вятского художественного музея, кандидат к культурологии. Я всё правильно сказала? Абсолютно. Добрый день. Добрый день. Да, я сильно сократила, конечно, перечисление всех регалий. А сегодня у нас какое-то невероятное количество событий, о которых нам расскажут наши гости. Мы будем очень быстро, видимо, говорить сегодня. Не обязательно. Мы можем чуть подробнее остановиться на чём-то, что-то, может быть, так анонсировать слегка. Но действительно очень много, как минимум о трёх выставках мы расскажем подробнее, да? Или это под едины? О четырёх. О четырёх. Хорошо. Кто начнёт, кто хочет? То есть мы начинаем с выставок, которые открылись в выставочном зале. И это четыре выставки, но они объединены как-то в один проект, потому что прямо на сайте у вас написаны четыре выставки. Так называется? Четыре выставки? Ну, как-то вот да, так интересно, да. Я думаю, что их объединяет, прежде всего, любовь к искусству наших кировских художников. Это все члены Союза художников России, Вятского регионального отделения. Наверное, впервые у нас такой опыт, когда мы выставочный зал, у нас там, если помните, пять залов, вот четыре зала мы отдаём под конкретную выставку. Ага, так, 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 так. Ручками лучше не шевелите, у нас какой-то там шумок пошёл. Вот у нас происходит нехорошее. Мне кажется, это контакты на этом микрофоне, и там всё время что-то происходит. А можно нам, звукорежиссёра, попросить чуть-чуть прийти и нам помочь, пока Наталья Валерьевна сейчас будет говорить? Что-то за шебуршало. Простите, пожалуйста, продолжайте. Сейчас всё хорошо? Нет, по-прежнему трещит. Ну, ладно, давайте мы попробуем говорить, продолжать. Всё, продолжаем говорить. Какой-то из микрофонов даёт шум. Простите, пожалуйста. Продолжаем, продолжаем. Повторю, что это выставки наших кировских художников. Простите. Какая техническая проблема. Я предлагаю просто гостям сейчас местами поменяться. К нам идёт спасатель. Сколько режиссёров бежит нас спасать? Да, улыбающийся. У нас прямой эфир. Теперь все могут в этом убедиться, что у нас прямой эфир. Там у него какие-то проблемы. Так, а мы сейчас можем с тобой рассказывать, что происходит. Пришёл красивый, бродатый мужчина, выдернул что-то. И, кажется, всё заработало. Теперь всё заработало. Да. Да. Простите, пожалуйста, дорогая. Валерия Валерьевна, продолжайте. Ещё раз повторю, что в выставочном зале открылись четыре выставки наших кировских художников. Они работают в разных видах искусства, в разных материалах. Есть живописцы, есть керамисты, есть импастерица дымковской игрушки. И, наверное, мы действительно впервые проводим вот так вот выставки. И за один такой период показываем активно наших кировских художников. Одна из выставок, она такая была, задумка очень давнишняя, выставка, проект «Игрушка». Там принимает участие Игорь Анатольевич Сметанин, живописец, представитель Ревятского регионального отделения наших художников, и Анна Анатольевна Лалитина. Проект в названии не привязан к дымковской игрушке, хотя дымковская игрушка вдохновляет, безусловно, обоих. Анна Анатольевна, она мастерица с более чем 30-летним таким стажем работы в этом промысле, ученица Фололеевой. И они предлагают зрителю нашей выставки поиграть, именно поиграть, визуально поиграть. А рукави нельзя. Нет, конечно, что вы, дымковская игрушка очень трепетный в данном случае тоже экспонат. Но мы играем каким образом? Мы придумываем интересные композиции. Мы порой разбиваем те композиции, которые Анна Анатольевна придумала изначально, и совмещаем этих персонажей в неожиданных совершенно сюжетах. Мы показываем те сюжеты в дымковской игрушке, композиции, которые могли не встречаться вообще в этом промысле. В то же время у Анны Анатольевны есть традиционная, безусловно, игрушка. Это и барыни, и водоноски, и индюки замечательные, которые вот на центральной стенке там расположены. Зимние гуляни, забавы, кавалеры, дамы, сороки. Ну, то есть всё как положено. Игорь Анатольевич, он, вдохновившись вот этой дымковской игрушки, действительно предлагает такой, знаете, в чём-то даже постмодернистскую историю поиграть с ней, поместив дымковскую игрушку в очень интересный такой визуальный контекст, где-то соединяя её с Энди Орхолом, например. Работа называется «Консервы». Где-то он берёт библейский сюжет Сусанной Старцы, например. Где-то очень гротесковые вещи, вот, и познакомились, например. Где-то вот он прямо изображает вот этих дымковских персонажей. То есть он, действительно, очень любя дымковскую игрушку, предлагает вот с ней вот так вот поконтактировать и поэкспериментировать. Очень интересная, очень красивая, очень яркая выставка, замечательная. Другая выставка Дмитрия Аркадьевича Никитина, он больше принимал участие в таких коллективных выставках кировских художников. И когда вот мы, это первая его персональная выставка, он начинал как и для Анны Анатольевны. Анталия Валерьевна, а можем, пока мы далеко не убежали от первой выставки игрушки, я правильно понимаю, что эти полотна и, скажем, игрушки, они как-то взаимодействуют? То есть композиционно они выстроены ещё таким образом, что там тоже какая-то игра и какой-то диалог между ними. Безусловно, потому что в экспозиции дымковской игрушки мы можем найти тех персонажей, которые Игорь Анатольев, собственно, изображает. А прямо вот тех же, да? Я могу даже вот... То есть они бегают из физического мира наполадно, да? Здорово. То есть есть свистуны, которые там, Иоанна Анатольевна и Игорь Анатольевича тоже есть, есть быки, есть лошадки, то есть всё там есть. А мне очень нравится это вот сопоставление какого-то материального, физического пространства. Да, подход интересный. Да, такой вот именно диалог, игра и какое-то новое совершенно прочтение этого промысла. Ещё раз говорю, очень уважительное прочтение, очень с большой любовью и с желанием сохранить, показать и, может быть, открыть какие-то грани этого промысла с другой стороны. Мне даже захотелось обязательно прийти и посмотреть, как там дымковская игрушка с орхолом сочетается. Ну, это на самом деле, да, тема такая немножечко, ну, как сказать, ну, не то чтобы опасная, да, сколько у нас было недовольных людей, которые говорили, ну, сколько можно уже про эту дымку, сколько уже можно везде уже, она на домах, все дарят дымковскую игрушку, все там каталоги с дымковской игрушкой куда-то везут. То есть это такая... Я думаю, что эта выставка заставит любого зрителя ещё раз влюбиться в дымковскую игрушку, и мы показываем, что она многогранна очень и очень неожиданной может быть, поэтому вот рекомендуем сходить посмотреть и в этом убедиться, очень замечательно. Я уже стала даже фантазировать и представлять, домысливать, так, есть ли орхол... Что там может быть? Мы не открываем все тайны. Нет, я просто сразу воображаю, там массовое производство, так, а дымковская игрушка, это ручная работа, они там спорят наверняка где-то в работе, в картине. Любопытно. Хорошо, да, простите, что перебила вас, давайте, пожалуйста, продолжим про... Полёт нормальный. Полёт нормальный, да, Дмитрия Аркадьевича Никитина. Это так выставка называется? Да, 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 это первая его персональная выставка, и вот неоднократно слышали отзывы, откуда вы привезли этого художника, откуда он, мы говорим, это кировский мастер, это кировский художник, вот у нас такие талантливые люди, вот, и действительно, это возможность показать Дмитрию Аркадьевичу очень так выпукло и красиво. Он берёт такую интересную очень тему в своей выставке, он, опять же, диалог, но диалог с какими-то произведениями, очень известными произведениями мирового искусства, которым он даёт своё авторское визуальное такое прочтение в новом материале. Ну, например. Например, «Возвращение блудного сына» Рембрандта, совершенно очень просто решённая работа. Керамика. Да, и он показывает этот сюжет. Например, «Спящая Венера», которую мы знаем в разных совершенно вариантах, у Тициана там, да, вот он даёт своё такое прочтение «Спящей Венеры». Там есть Клеопатра, там есть очень замечательные портреты Гюстава Климта. Вот Климт, и Климт как художник, и Климт как произведение, ну, вот воплощение. Модельяне там замечательный совершенно портрет, Георгий Победоносец. То есть вот то, что для него является, наверное, внутренне очень значимым в искусстве, он пытается с ними действительно вести диалог, находя, подтверждая те смыслы, которые были там заложены когда-то теми художниками, и они остаются актуальными и сегодня. То есть это очень глубокое прочтение и, в принципе, индивидуальное прочтение тоже этих вещей. А какая форма вот у этих керамических объектов? То есть где всё это нанесено? Это какие-то, я не знаю, панели, это какие-то объёмные? Это скульптура, скульптура. Там даже Малевич есть. Потрясающе. А ещё хотела узнать, вот в аннотации к этой выставке написано, что предлагают совершить полёт в иррациональный мир аллюзий представления автора. Чем он иррационален? Пока то, что вы говорите, ну, довольно, наверное, логично, да, и довольно понятно. Нет, ну, а эти же произведения нам предлагают с вами тоже проассоциировать и сопоставить своё прочтение этих вот образов, известных нам, с тем, что предлагает автор. Это ассоциативная вещь, безусловно, внутренняя. Ведь там разговор идёт не столько о копировании формы, сколько о показе того содержания, которое когда-то было заложено. И вот Дмитрий Аркадьевич, он человек, живущий в 21 веке, считает, что это по-прежнему актуально, значимо, интересно. То есть это такое переосмысление отчасти, да? А классическое искусство, оно классическое почему? Это временем проверенные вещи. И каждое время находит в нём подтверждение тех задумок и своё что-то, безусловно. Ну, здорово. Тоже стало любопытно. А я так понимаю, что туда, на любую из этих выставок из четырёх, о которых мы сегодня рассказываем, приходишь и попадаешь там как бы на все четыре, получается. Конечно, да, у нас единый билет. Если ты пойдёшь смотреть на дымку, то ты посмотришь и полёт тоже. Да не денешься. Хорошо. Все вместе. Ну что ж, давайте ещё. Ещё две у нас. Свой остров. Свой остров Ирина Анатольевна Зелянина, я думаю, этого художника знают очень многие, прекрасный керамист. Вот, она очень долго готовилась к этой выставке, и, наконец-то, она состоялась. Ну, Ирина Анатольевна, она тоже человек, который говорит и о традиции, и о вечном. У неё совершенно потрясающая там стеночка есть с тарелками под названием «Бабушкин сундук». Вот эти ситцевые ткани с этими цветочками, орнаментом, она переводит на язык керамики и в цвете. Но это так красиво, потому что там даже есть осязаемость этих тканей в этих тарелочках. То есть не просто тарелка, а вот хочется прикоснуться, и ощущение, что это ткань там. Обтянута тканью. Вот есть такой эффект у некоторых вещей. Причём она рассказывает, что с каждой тканью, с каждой тарелочкой – это её личная жизнь. Какие-то эпизоды там. Вот это там к бабушке приехала на сундуке, ну, условно, да, спала. Ну, то есть вот каждая вот для неё – это что-то личное, это вот биографично даже. А то есть все эти ткани, они в реальном мире существовали, да? Конечно. Нет, сейчас они перенесены, получается. Она не один год работает над этой серией. То есть там, по-моему, с 2017-го, вот по сегодняшние дни она создавала эту серию. Поэтому это очень красиво. Очень интересная работа «Колыбель» там есть. Это, опять же, такой образ, ну, многозначный очень. Вот. Очень оригинальные вещи есть. Могу открыть даже. Мы не сразу прочли эту историю. Очень красивые панно там висят. Такие пласты керамические. И мы думали, это какие-то орнаменты, может быть, позаимствованные автором из каких-то более древних культур. Она говорит, нет, работа называется «Стеклянный самолет». Это развязки автострад с высоты птичьего полёта, с высоты самолёта. Но это так интересно, это так красиво и неожиданно. Вот как найти, как вот она нашла, это придумала? Очень просто. В этой простоте есть гениальность определённая. То есть автострада у нас движется по каким-то древним орнаментам. Нет, 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 она, смотрите, она летела и сверху увидела вот эту удивительную графику. Там же очень красиво. Дорога. И вот она решила её, вот она её поразила. И вот эти линии красивые, эти ритмы, эти переходы она воплотила в керамике. Потрясающе. Ещё один объект, на который я приду посмотреть. Что ж, четвёртая выставка ещё у нас. Впечатление. Это уже не керамик. Да, это живопись. Это живопись талантливого молодого художника. Он недавно вступил в Союз наш художников России, Вятское региональное отделение, Данил Михайлов. Впечатление, ну, в чём-то это продолжение традиции импрессионистического искусства, когда пойманный какой-то мотив в реальной жизни, в природе впечатляет художника, и он хочет им поделиться, наполняя его, опять же, определённым эмоциональным состоянием, да, каким-то таким созвучным, как ему кажется, зрителю. Очень красиво по цвету. У нас оригинально решена экспозиция. Здесь тоже, и благодаря Данилу в том числе, мы затемнили полностью стены, чёрный цвет, и эти работы висят, и выхвачены светом, которые дают очень красивый светоцветовой эффект восприятия. И, кстати, очень много отзывов на выставку Данила Михайлова. Она привлекает внимание очень разных поколений людей. Ещё скажу, что у нас будет, опять же, продолжение в этом году нашего Воснецовского пленера, и Данил приглашён как кировский художник участвовать в этом пленере. Мы каждый год приглашаем кировских художников, и вот Данил будет у нас участником Воснецовского пленера. Здорово. Ну, я думаю, о Воснецовском пленере мы сейчас чуть попозже подробнее поговорим, попросим как раз рассказать и об этом мероприятии. Давайте дадим все какие-то исходные данные. Когда у нас работает выставка, когда можно прийти, по какому адресу, и что для этого нужно сделать, купить билет. И будет традиционно же, наверное, как-то есть возможность экскурсии, наверное, посетителей. Конечно, да. У нас есть арт-паузы по выходным дням. В три часа мы всегда проводим такие арт-паузы. И у нас арт-паузы, вот одно выходное мы по одной выставке делаем, другое по другой. То есть мы так вот выбрали такой ритм рассказа о нашей выставке. Выставка проходит в выставочном зале на Карла Липнихта, 70. Выходные дни, понедельник, вторник. Остальные дни мы работаем. И выставка будет работать до 11 сентября. То есть у нас так достаточно долго, я думаю, что... Даже те, кто уехал в отпуск и вернется к учебу, к началу учебного года, тоже успеют захватить. И у нас еще предполагается ряд онлайн-трансляций в рамках этой выставки. Это такой формат, который сейчас активно использует музей. Он очень успешный, очень много откликов хороших идет на этот формат. Вот буквально 28-го числа у нас в следующий четверг будет онлайн-трансляция Данила Михайлова. Он будет рассказывать по своей выставке. В августе у нас будет 11 августа Ирина Анатольевна Зелянина. А 25-го Игорь Анатольевич с Анной Анатольевной по выставке «Игрушка». То есть мы приглашаем к такому формату подключиться. Это на сайте музея будет или в ваших социальных сетях? В социальных сетях будет. В социальных сетях. Я напоминаю для Роскомнадзора, что возрастное ограничение всех четырех выставок 0+. И у лекций, наверное, и такое же ограничение, да, у «Артпауза». Да, конечно, конечно. Эти выставки как раз замечательны тем, что они любому возрасту подвластны, восприятие. Интересны, я думаю. Ну что ж, попросим тогда, наверное... Задим Наталье Валерьевне отдохнуть немножечко, попить водички. И попросим Анну Владимировну рассказать о предстоящем Веснецовском пленере. Да, значит, пожелание звукорежиссёра, микрофон, говорит, не трогать, а так всё должно быть хорошо. Ну попробуем. Давайте. Мы вроде не дышим. Но я хочу сказать о том, что продолжить выставочную деятельность, сказать о том, что мы работаем в разных направлениях. И до конца года мы, как всегда, будем представлять творчество наших художников Вятского регионального отделения. Это будут персональные выставки Дмитрия Николаевича Синникова, посмертная выставка, персональная Татьяна Евгеньевна Тимкина «Экварель», персональная выставка скульптора Людмилы Леденцовой. Ну то есть вот такие вот глобальные проекты до конца года. Ну и, конечно, мы привезём интересные выставки и лауреата премии Веснецовых Максима Титова. И у нас будет очень интересный долгоиграющий проект, который мы принимаем на нашей Вятской земле, который идёт только по четырём городам нашей страны. Это «Живописная Россия. Искусство молодых». Ну вот такие вот глобальные большие планы. Ну а сейчас о Воснецовском пленэре. Так, он поближе немножко. Он поближе. Он начинается 4 августа, заканчивается 18 августа. Через две недели уже фактически. Да, да. То есть вот всё уже подходит, всё близко-близко. Художники собираются, моют кисти, чистят этюдники. То есть мы их ждём. И четвёртого мы представим, как всегда, 12 героев, 12 богатырей. Там половина будет дам. В общем, тем не менее. И такой молодой достаточно у нас состав в этом году. Ну и, конечно, мы отвезём их в Рябово на родину Воснецовых. Это обязательно. То есть это вот такая традиция, за которую они едут. Вдохновение надо где-то брать. А родина Воснецовых своей природой, своим духом. Она понимает воспринимать красоту русской природы. И то, чем вдохновлялись и Виктор и Полинарий Воснецов. Ну и, конечно же, традиционно у нас становится мастер-класс на театральной площади, когда все желающие 17 числа могут прийти... 17 августа. 17 августа вместе с художниками написать один из уголков нашего города. Ну и, конечно, мы таким образом планомерно готовимся к юбилею нашего города, к 650-летию, чтобы в дальнейшем сделать выставку из этих работ и показать, каким образом художники разных возрастов, разных званий видят наш город, может быть, в разное время года. Ну, в разное время года — это осень, всё-таки лето, потому что мы в это время проводим наш пленэр. И я думаю, что все художники как всегда открыты. Можно на улицах нашего любимого города с ними пообщаться, поговорить, посмотреть, как они работают, как они видят. Ну и в конце прийти уже 18 августа на итоговую выставку в Вятский художественный музей и, соответственно, пообщаться и с художниками и увидеть тот результат, который сделан за две недели. Очень такой вдохновляющий, может быть, насыщенный, потому что действительно художники работают с утра до вечера. Это и утро, это и вечерний город в огнях. То есть различные состояния и достаточно узнаваемые, потому что в основном пишут всё-таки историческую часть нашего города. То есть всё-таки работать они будут в Кире? Вы не увезёте их в Рябово на все две недели? Нет, на все две недели мы увезём, это будет выезд. Небольшой атак. Это будет город, ну, потому что я уже ещё сказала, наша задача всё-таки отразить красоту нашего города здесь и сейчас сделать очень интересную выставку и, может быть, даже издание по той коллекции, которая уже накопилась в нашем художественном музее. Коллекции именно работ, созданных на Пленэре, да? Да, посвящённых нашему городу, да. Анна Владимировна, а все ли работы, которые написаны художниками во время Пленэра, остаются у вас и попадают на выставку? Они проходят какой-то строгий отбор, чтобы, скажем, остаться в музее? Или, а что с ними вообще интересно? Как это происходит? Нам бы, конечно, хотелось, чтобы оставались все. Но, увы, по договору мы можем отобрать комиссии две работы. Но это вы выбираете? Это мы выбираем. Да, это выбирает комиссия. Не художник говорит, это не отдам. Нет, художник, понимаете, здесь есть хитрость у художников. Если он какую-то работу не хочет отдавать, он её на выставке не показывает. А, хитрец. Есть такой ход у художников. Но, понимаете, чем лучше он покажется на этой выставке, тем больше у него шансов получить, стать лауреатом премии Воснецовых в номинации «Вдохновение» по итогам Пленэра. То есть здесь тоже вот есть такая заманила. Это с вашей стороны хитрость, понятно. Ну, наверное, да. Ноль плюс тоже возрастное ограничение у всех мероприятий Пленэра, как я понимаю, и у выставки, да, которые будут, и у мастер-класса. Да, у мастер-класса там от мало до велико. Мы ждём всех желающих, кто может рисовать, кто не может рисовать. Но туда со своим инструментарием надо приходить. Да, да. Ну, можно, да, цветные карандаши или бумаги взять и попробовать. Ну, вот хочется, ну, вот, пожалуйста. То есть никаких ограничений, можно сказать, ни в чём. Можно с семьёй прийти и всем вместе рисовать. Да, кто-то будет отдыхать, а кто-то будет работать творчески. Итак, значит, с 4 августа, если вы увидите на улицах города людей, которые пишут, пишут что-то, вот, стоят с этюдниками. С этюдниками. Мы раньше, мы показывали где-то 3-4 дня, и очень много зрителей приходило, говорят, ну, что ж так мало, вот такая красота. И мы с прошлого года, да, продлеваем это где-то месяц-полтора она у нас будет. То есть люди, когда приедут из отпусков, начнётся учебный год, можно будет прийти в музей и так созерцательно посмотреть. А откуда, кстати, участники к нам приезжают? Мне даже не столько интересно название городов, сколько возраст их, что ли. Ну, вот они же едут, они у себя в городе не могут найти такой же красивой натуры, как у нас. Вот зачем? Что в Костроме, мне пишется, например. Ну, Кострома и мы очень отличаемся. Да? Да, по городу. И вот недавно мы открыли выставку Иры Рыбаковой, как раз лауреата, премии Воснецовской, которая из Костромы, которую возглавляла наш пленэр два года назад. Она говорит, что город сложный, город не сразу раскрывается. То есть его надо понять и почувствовать. Поэтому каждый город разный. И в каждом городе свои условия. И потом, ну, мне кажется, всегда любопытно знать историю города, пописать, посмотреть. Потому что, когда ты живешь в своем городе, тебе условно уже 50 лет, и мне кажется, ты свой город знаешь, что ты дома. Хочется выбраться куда-то. Уже хочется другой какой-то картинки перед глазами. Да. Понятно. А потом, вы знаете, мне кажется, еще пленэр объединяет то, что ты можешь пообщаться с равными, или, может быть, пообщаться даже с такими мэтрами, которые вот у нас был Алексей Николаевич Суховецкий, Евгений Викторович Ромашко. Но они не настолько доступны. То есть они достаточно сложно к ним, ну, не знаю, пообщаться, потому что они настолько загружены и педагогическую деятельность ведут, и творческую. И поэтому вот пообщаться на пленэре здесь, не только пообщаться, а посмотреть, как он работает. Ну, опыта какого-то. То есть это тоже определенная школа, когда бок о бок с тобой работают, и ты смотришь какие-то приемы, и композиции учишься, и цвету. Ну, то есть это вот, мне кажется, такой как бы мастер-класс и для художника. Для более молодого, например, да? Менее маститого. Менее маститого, да. Но мне кажется, когда ты тоже старший возраст, и молодёжь, она тебя своей эмоциональностью, да, вот этой свежестью восприятия, может быть, искренностью, это тоже... Вдыхает в тебя что-то новое тоже, да? То есть это взаимо какой-то зачёт. Ну что ж, у нас ещё есть пара минут, и мы можем рассказать о великолепном каталоге, который мы сегодня предложим нашим дорогим радиослушателям, которые ответят на правильные вопросы, и, собственно, о выездных выставках, да? Можете рассказать ещё? То есть среда обитания, дом, каталог называется, это каталог вот с этой выставки, а выставка сейчас уехала в Сыктывкар. Да, а потом она поедет в Вологду, но у нас есть ещё предложение от Эшкаралы. То есть мы работаем над этим проектом. Он действительно зашёл, и зашёл интересно. И есть очень интересно... Ну, как бы вот полюбился публике. Начали его три года назад. Это была среда обитания натюрморт, потом была среда обитания портрет, и вот сейчас некий итог — среда обитания дом. Это проект Художественного музея и Вятского регионального отделения Союза художников России. И здесь, в этом каталоге, результаты всех трёх выставок. То есть это вот не сегодняшний год, не сегодняшнее время. Но и вот я говорю, что проект путешествует у нас. Я ставлю перед своими сотрудниками задачу. Всем кажется, что нас знают все, но это не так. Поэтому мы пропагандируем себя на разных площадках. Это сейчас, вот в настоящее время, Калининград, Музей изобразительного искусства. Мы показываем там свою коллекцию. Мы показываем коллекцию сейчас в Ижевске, у Дервай. Там у нас народное декоративно-прикладное искусство и графика. Ну и вот продолжение проекта в Сыктывкаре среда обитания дом. А потом переедет в Вологду. А как связано... Ну, то есть вот мне кажется, что название выставки «Дом», то есть ассоциативно сразу предполагается, что музей, в котором она была, тоже, ну, как-то связан с домашним пространством. Перемещение его, вывоз куда-то в другой музей даже, это смена дома. Как это выстроено? Я понимаю, что каждый объект, он самодостаточен, но в то же время вот это композиционное решение, наверное, же очень сложно. Я просто из релиза хотела зачитать. Все пять залов заняли многоэтажные деревянные дома, интерьеры, экстерьеры, квартир, содержимое антресоли, шкафов и буфетов, человек и его личное пространство. Это картины. Это картины художников, это живопись, это графика. Но основной акцент мы делали на декоративно-прикладное искусство, на керамику, потому что хотелось её приподнять. То есть ту живопись, я имею в виду в изобразительном, да, каком-то смысле, потому что с живописью и графикой всё-таки сталкиваемся повсеместно. А здесь керамика была представлена только наших художников, но она как раз была представлена художникам из Сыктывкара и Вологды. И вот поэтому она путешествует по, скажем так, этому маршруту. По родине художников, на родину художников. Домой вернулась. Отчасти. Да. Но мне кажется, знаете, как раз и интересна разная площадка, потому что разные работы на разных... Вернее, одна и та же работа на разных площадках воспринимается по-другому. И там другая экспозиция, и там другое освещение. И иногда эту работу ты мог не заметить у себя на площадке, а там она раскрывается по-другому. Поэтому, мне кажется, вот среда обитания дом, вот она многогранная. Такой многогранный опыт и многогранная выставка с точки зрения даже восприятия. Ну и на каждой площадке мы стараемся её менять. Художники, которые участвовали, например, здесь, там уже на площадке Вологды участвует другой состав. То есть она по составу меняется. Ну что, дорогие наши слушатели, если вы, как я, всё прошляпили и не успели сходить на выставку Среда обитания дом, или выигрываете прекрасный каталог. Он очень красивый, выполнен в таком великолепном цвете. У каталога, Анна Владимировна, какое? Тоже шесть, наверное, и плюс. Ну вот сейчас Анна Владимировна в перерыве посмотрит, и мы скажем. Сейчас уходим на рекламу. Возвращаемся в студию. Анна Шакина, директор Вятского художественного музея имени Васнецовых, кандидат искусствоведения и Наталья Клементьева, исполняющая обязанности заведующей выставочным залом Вятского художественного музея, кандидат к культурологии в нашей студии. И мы приближаемся уже прямо к розыгрышу призов. Обещали перед рекламой сказать возрастное ограничение каталога дом. Это один из наших сегодняшних призов. Каталог среда обитания дом. Ноль плюс возрастное ограничение, так же, как было у выставки. Один из призов, но каталога два. Каталога два. То есть мы подарим даже двум. Если кто-то захочет выбрать, то мы можем подарить даже двоим. Будем сейчас разыгрывать, да? Ну, мы зачитаем сейчас список призов, расскажем, что у нас есть, а потом мы можем начать розыгрыш, если наши гости не вспомнят что-нибудь еще, о чем важно рассказать. А если вспомнят в перерыве между вопросами, мы обязательно об этом скажем. Итак, у нас есть пригласительный в кинотеатр «Смена» на любой фильм и сеансы и в кинотеатр «Дружба». Галерея прогресса, фото-выставки улицы Лагранжа, Александра Родченко, ограничения по возрасту ноль плюс, не устаем рекламировать. Да-да-да. Книги от магазина «Читай город», Тресси Шевалье, «Тонкая нить», «Трогательная история» о 38-летней Вайолетт и ее мечте стать счастливой. 16 плюс. «Сибирь, счастье за горами», неизвестные истории, неизвестные земли, и составители этого сборника, известные русские писатели, неизвестные земля, но известные русские писатели, Сергей Шургунов и Роман Сенчин. Они объединили воспоминания открытия и привязанность к Сибири 18 современных писателей России, 16 плюс. Ричард Осман, «Клуб убийств по четвергам». Так и не забрали эту книгу. Не забрали. Между прочим, хороший детектив. Ты прочитала? Нет, я просто посмотрела отзывы. Он хороший, правда. Правда хороший. «Грустная история и веселая о раскрытии преступлений четырьмя жителями дома для престарелых». 16 плюс. Не все еще потеряно это называется там, да? Ладно. Я напоминаю, что эти другие книги можно найти в магазинах «Читай город» по адресам Ленина, 103 Ат, торговый центр «Крым», торговый центр «Театро Преображенская улица», торговый центр «Макси» на Лукавровске. Давай просто по торговым центрам. Да, да. И торговый центр «Фестиваль» на Волково. Ну и понятно, да, каталоги от наших гостей, мы уже сказали, ноль плюс возрастное ограничение и пригласительные от наших гостей я так понимаю, что на выставке, да, о которых мы сегодня рассказывали, в выставочном зале. На двоих. На двоих, на двоих. Прекрасно, да. Прекрасно. Можно я выбегу и позвоню в игры, а то я прекрасно верно посмотреть. А нет, нельзя. Нельзя пользоваться служебным положением. Эх, эх. Ну что ж, тогда перейдем к розыгрышу. Давай. Вопросы от наших гостей. Кто начнет? Анна Владимировна, Наталья Валерьевна? Давайте я начну. Давайте. Потому что вопросы в основном касаются выставок, которые проходят в выставочном зале. Первый вопрос. Я, кстати, в своем рассказе пыталась спойлерить. Проговорить. Нет, проговорить какие-то моменты, которые могут подсказать, если нас внимательно слушали, могут подсказать нашим слушателям отправленные ответы. Дмитрий Аркадьевич Никитин и его скульптуры. Я уже говорила, что очень много отсылок к произведениям мирового искусства. И вот в одном из произведений он обращается к известной притче. Эта притча... К ней обращались многие художники. Одна из известных работ, использующая эту притчу, находится, например, в Эрмитаже. Я запомнила, я запомнила. Кто молодец, кто молодец. Что это за притча? 211-101, номер нашего телефона. Я напоминаю, что мы даем возможность второй попытки. Если вы с первого раза не знаете правильный ответ или не угадали, то мы дадим вам вторую попытку. Но это, я так понимаю, что очень распространенная. Очень распространенная. И Эрмитажная работа очень известная. 211-101. Те, кто внимательно слушал рассказ Натальи Валерьевны, тот тоже молодец. Добрый день. Как вас зовут? Алло. Алло. Константин. Константин. Так, да. Что же за притча такая? Ну, может быть, о блудном сыне. Совершенно верно, да. Возвращение блудного сына. Вы внимательно слушали, да? Прямо с первого раза попадание. Такая другая притча. Ну, это самая известная, наверное. Это, да, одна из известных. Ну что ж, спасибо вам большое за правильный ответ. Какой притч вы хотите? Пригласительный выставочный зал. Пригласительный выставочный зал Константину уходит. Спасибо вам большое. Замечательно. Всё, так. Один разыграли, один остался ещё, да, на двоих, получается. Идём дальше? Идём дальше. Давайте. Ну, опять же, Дмитрий Аркадьевич Никитин, опять же, известные произведения мирового искусства, и он в том числе обращается к работам художников-авангардистов. Вот к кому из художников он обращается? Я могу озвучить варианты ответов. А давайте, давайте дадим. Значит, Родченко, Кандинский, Малевич. Ой, эта фамилия звучала сегодня тоже в нашем эфире, я помню. Всё просто, всё вот для внимательных слушателей, что называется, да. Ну и, в принципе, вот мне кажется, что со второй попытки, имея варианты ответов, очень легко угадать. 211-101. Ждём звонка. А его нет пока. А его нет пока, тогда ладно. Что ж такое? Три варианта ответа. Родченко, Кандинский или Малевич. Или Малевич. К кому обращается? Да. Своим творчеством. И тоже он использует очень известные произведения одного из этих. Алло, добрый день. Добрый день, Сергей. Да, Сергей. Очень приятно. Ваш ответ. Предполагаю, Родченко. А вот и нет. Нет, не Родченко. Вторая попытка. Давайте со второй попытки. Там остался ещё Кандинский. Кандинский. К сожалению, нет. Что ж такое? Вы, Сергей. Да, работа называется у Дмитрия Аркадьевича «Рождение чёрного квадрата». И вот теперь мы этот приз уже не разыграем по этому вопросу. Потому что Наталья Валерьевна всё рассказала. Ну ладно. Ну ничего, звоните в следующий раз. В любом случае, спасибо вам за звонок. Всего доброго. Спасибо, Сергей. Попытайте удачи ещё, да. Да. Ну у нас остаётся ещё, я так понимаю, два вопроса. Да, и у нас есть ещё пять минут на то, чтобы эти два вопроса озвучить. Тоже Наталья Валерьевна будет? Или Анна Владимировна? Кто? Могу я? Давайте. Включайтесь. Назовите три животных, которые часто становятся героями произведения «Мастериц дымковчанок». Есть варианты ответа. Нет, пока давайте не надо. Мне кажется, это должен знать. Это очень простой вопрос. Хорошо. А там животные, да? Животные именно. А птицы могут быть, да? А птицы тоже к животному миру относятся. Но это вот я как бы сакцентировала. Они там тоже есть. Да. В сериях дымковчанок, наверное, есть. Ну да, то есть грибы-бактерии не называем. Животные. Ну насекомых там нет точно. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Да, Александр. Давайте без подсказок сначала. Самые известные – это, конечно, индюки. Правильно. Так. Так. Потом идут лошадки, очень много собачек. Кто еще есть? Попросили три назвать. А на Владимиром достаточно? Нет, уже названо. Ну давайте мы вот Александра-то попытаемся. Можете еще? Можете еще, да. Еще варианты предложить будем рады? Ну, кошки. Кошки еще присутствуют. Нет. Нету кошек. Нету кошек. Да, варианты. Нету кошек. Бык, бык. В композициях, в композициях. Да, бык, корова есть. Это звукорежиссер наш назвал. Александр не слышит. Александр не слышит, но звукорежиссер нам в уши говорит, что корова. Я думаю, в любом случае, Александр молодец. Он назвал животных. И какой пресс вы хотите? Каталог. Каталог Александра достается. А вот. Завидую я вам. Очень красивый каталог. Хорошо, Александр. Отличный выбор. Каталог вас будет дожидаться у нас в редакции. Приходите за ним. А какие еще? Александра, мы отпускаем. Какие еще есть животные? Ну, вот назвали, получается. Парашек, по-моему, там есть. Кто у нас там, да? Да. Индюки. Утка есть. Сороки есть. Олени есть. Медведи, львы есть. Да, то есть достаточно. Львы даже? Да. Да. Это такой нетрадиционный какой-то сюжет. Надо вам сказать, что это животное, но в принципе используется в лепке с начала 20 века. У нас, да? У нас, да. То есть дымковские игрушки промыслы. Удивительно. Где же дымковчанки с львами-то встречались? А вы знаете, у нас в виде львов были. В архитектуре, понимаешь? Да. Все правильно. Все правильно. Серьезно? Да. Да. И стилизовано. Понятно. Вот про львов я не знала. Ну, ладно. Так, у нас еще один вопрос и три минуты. Быстренько. Данил Михайлов. Молодой художник. Живопись. У него есть серия работ, посвященная Москве. Три работы там включены в эту серию на центральной стеночке. И называются они «Волхонка», «Дом Пашкова» и «Маховая». Вот какая из работ попала на афишу Данила Михайла? В выставке. Да, его выставке. «Волхонка», «Дом Пашкова», «Маховая». А она не подписана там. Выставка. Ну, в смысле, на выставке впечатления. Ну, а вдруг кто-то видел и опознал. А, ну, кстати, нет, подождите. Вот уж если льва не видели дымковские мастерицы вживую, может быть, то в Москве-то, наверное, многие бывали. Конечно. Да, да, да. И там узнаваемо. Там узнаваемо очень. 211, я, кажется, догадываюсь. 211-101, ну, просто там объект какой-то, да, узнаваемый? Улица. Улица какой-то. Улица. Я бы сказала. Ну, ладно, добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Добрый, Андрей. Да, Андрей, здравствуйте. Вы будете угадывать или знаете ответ? Попытаюсь угадать. Давайте. Может быть. Может быть, «Волхонка». Совершенно верно. Ура! С первого раза. Замечательно. Андрей, всё, это попадание в яблочко. Какой приз вы хотите? Каталог. Каталог. Так, как-то прям просто, просто как-то даже... Я так надеялась, что у нас останется в редакции. Обидно, обидно стало. Ну, ладно, всё, мы не жадные, мы поделимся. Спасибо вам большое за правильный ответ. Андрей, приз вас дожидается у нас в редакции. Спасибо нашим гостям за такие замечательные призы. Всё, Андрея, мы отпускаем. Пора нам уходить, да, я так понимаю? Звукорежиссёр показывает. Полторы минуты у нас остаётся, поэтому мы можем резюмировать то, что мы сегодня рассказывали. Четыре выставки в выставочном зале. Игрушка, свой остров, полёт нормальных впечатлений, возрастное ограничение 0+. Кроме понедельника и вторника выставочный зал работает, есть арт-паузы, и, пожалуйста, приходите вам. И будет онлайн ещё, да, будут рассказывать художники про свои выставки, про себя и про свои работы. Ещё мы говорили про Воснецовский пленэр. С 4 августа он стартует, так что не пугайтесь, в Кирове появится много художников. А есть, кстати, шанс у прохожих попасть на чью-нибудь работу? Конечно. Ага, понятно. Они всегда попадают. Надо как-то, значит, неожиданно так оригинально... На скамеечке присесть неподалёку. Да, даже можно и портрет напросить. Вот, вот, а вот серьёзно даже, то есть можно, да? Ой, у меня есть один набросок. Несколько лет назад был пленэр, давно уже, наверное, ну, не помню уже, вот. И мне прямо художник предложил, там такой небольшой... И ты не отказалась. Ну, конечно, как я могу. А у меня есть, да, с автографом и подписью, так что... В общем, не стесняйтесь, да, пользуйтесь возможностью такой. Спасибо большое нашим гостям. Анна Шакина, Наталья Клементьева, Вятский художественный музей. У нас сегодня был Культ походе, и мы программу завершаем. Прощаемся до следующей пятницы. Спасибо, всего доброго. До свидания. Всего доброго. Культ поход.